МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин региона. У студии Олена Мельшанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Рекордную колькость гостей ждет в Бобруйске на международный фестиваль народной творчести вянок сябровства. У Климовицким районе правоохонники испынили автомобиль с контрабандным хрузом. Ялка на централизованное тестирование перевышает 95% от колькости зарегистрованных. Як идут испыты? Далее у выпуску. Бизнесмены с китайского города УСИ приехали в Бобруйск, а больше подробно познайомятся с промысловым и культурным потенциалом белорусского райцентра. По кольцу проционистого городов-побратимов было только в будовнице жилья. Про новые домовленности Баку и уражения гостей подчас чергового визиту Ангелина Дикун. Про складники головного присмака солодкой фабрики Бобруйска китайская делегация доведалась от первой особы. Директор предприемства особисто провел экскурсию по цехах. Оценили продукцию гостей на густ. Есть небольшие поставки в Харбин, это северный Китай, через Благовещенск. За день гости из Китая познайомились с працей четырех промысловых гигантов Бобруйска. На гарбарном комбинате готовые до створения суместных предприемств. Мы думаем, что мы найдем возможности создать тесные партнерские связи между предпринимателями из Бобруйска и города УСИ. Мы хотим, чтобы они сотрудничали напрямую. Промысловость, эдукация, культура. Белорусско-китайские домовленности закранули практически у всех сфер жития. Кировничество города заполнило. Бобруйск прикладил все намагания для реализации суместных идей. Тем больше, что в опыт уже есть. Совместно с Китайской народной республикой было в республике Беларусь 16 многоквартирных жилых домов. Из 16 домов мы реализуем в городе Бобруйске один. Это многоквартирный жилый дом, 144-квартирный. Для жителей города Бобруйска он уже построен. И в текущие месяцы этот объект уже будет сдан и введен в эксплуатацию. С обруским совезем по межбобруйскам и китайским городам по братимам УСИ больше за два года. Сегодня обо два боки готовы подписывать новые домовые. Ангелина Дякун, Иван Боровы, новины регионы с Бобруйска. Представничьи делегации наведают Бобруйской подчас святкования Дня народжения города и Дня незалежности. У приватности на Международный фестиваль народной творчести «Вянок Сябровства» заявлено 615 удельников с 26 краин. У 2017 Бобруйск отримал статус культурной столицы. Тому и программа святкованью надзвычай насыщенная. Все лето Бобруйску исполняется 630 годов. Святкование почнуться 28 червеня моноспектаклем «Контрабас» Азербайджанского державного театра юного глядача. Наступным днем усих запрашают на футбольный турнир, присвященный Дню города. На приканцы працонного тэдня пачнуться официйные приемы и мероприемствы. А у вешары пятницы 30 червеня у Рачиста открыется фестиваль «Вянок Сябровства». До Дня города так само заплановано открытие молодежного парку, театрализованное свято, гала-концерт в уличных театров, выставы военной и специальной техники, шматлики и кермаши с поборництвы и конкурсы. 1 липеня святкование еще больше раскветит салют, а завершаются святы 3 липеня. Республиканская акция «Спяваем гимн разом» великим концертом и фейерверком. Масштабная культурно-забавляльная программа чекает могилючан и гостей города у День 750-го Дня Могилёва, до решений, которые из мероприемствов будут транслироваться в прямом эфире нашего телеканала. Так, 1 липеня с 21.00 наша телерадиокампания будет вести промую телевизийную трансляцию святошного концерта «Виват Могилёва-750». Нагадаем, он пройден на площади Ленина. Организаторы поведомили, что у им выступят Татьяна Аусиенко, Пётр Ялфимов, ансамбль «Лейся песня», «Дядя Ваня». Протягнется трансляция 3D-мэппинг-шоу на будинку Дома Советов. До речи, это шоу в Беларуси отбудется у першыню. Кермаш вакансии пройдет в Могилёве 21.00. Управление по праце занятостей и социальной обороны Могилёвского гарвы Канкама запрошает принять удел у названном мероприемстве у всех, кто жадает и шукая працу. На кермаши вакансии можно познайомиться с яснуючими вакансиями и доведаться про программу перенавучения. Мероприемство будет ладиться с 14 до 16.00 в Малой зале кинотеатра «Радима». 20 червяня – черговый день проведения централизованного тестирования. В этом разом по биологии на этот испыт зарегистрировались 3823 абитуриенты. По традиции, за каждым из этапа уступной кампании сочат специалисты Комитета державного контроля. В целом, селетнюю кампанию по централизованным тестированиям областной комиссии по контролю называют спокойной и организованной. Хотя и зафиксованы серьезные порушения. Например, подчас тестирования по русской мове два абитуриенты были выпроводжены за аудиторией за то, что пронесли мобильный телефон. Подчас уступной кампании у каждой из аудиторий, где проводятся испыты каждого из семи пунктов тестирования в области, присутничают специалисты КДК. По их информации, явка абитуриентов превышает 95% от количества зарегистрированных. Со стороны организаторов тестирования можно отметить незначительные недостатки. Это неправильное пакетирование педтестов и бланков ответов. Со стороны абитуриентов можно отметить недостатки в части оформления бланков ответов. Абитуриенты пользуются чернилами черного цвета и ручками шариковыми, что является неправильным. На черговые испыты по химии и физике можно будет взять с собой самый простый калькулятор, который не заявляется сроком приема и передачи информации. Контролеры так же раят абитуриентам приходят на выпробование загадя и нагадывают про обовязковую наявность пашпорта, пропуску и капиллярной альбо гелевой ручки черного колера. 23 тонны спирта затормали супрацовники управления по боротьбе с экономичными злочинствами и инспекторы ДАИ. В Климовецком районе я неспоняли автомобиль МАН. Подчас проверки супроводжальных документов и грузоправоохолники выявили неотповедность. По накладных у фуры везли сок и нектар. На самой же справе у канистрах по 5 и 10 литров находился спиртоутрымливую чаваткость. Машина следовала с территорией Российской Федерации, в город Слудск. И в кузове автомашины должен находиться сок, а также нектар. Фактически же, когда начали проверять, на машине находилась спиртоцережащая жидкость, а именно медицинский антисептический раствор Феррейн 95%. В связи с чем машина была доставлена в город Могилёв, начали проводить необходимые проверочные мероприятия. Правоохолники выявили, что фирмы, куды по документах везли спирт, неяснуе, а номер податка плательщика выдуманы. Груз затрыманы, ведется проверка. У ДТЗ загинули 7 коров. Автомобильные авары отбылась в Краснопольском районе. На автодорозе Палуш Новый Свет Ленина. Автомобиль Ауди протаранил в стадо коров, яке переходили проезжую частку. ДТЗ отбылось в 5 годин ранец. У вынеку сдарения травмы отримала пассажирка автомобиля 22-годовая Жахарка Краснополе. Ее забрали в больницу. Дитячая оздоровленчая лагерь отпачинка круглосуточно под контролем. Наприклад, у оздоровленчем лагерь «Радник» за обеспекой детей сочет супрационник от Рада милиции особливого призначения Дмитры Валашам. Некоторые хлопчики, які отпочивали тут на первой измене, навод брали у его уроки по самообороне. У милиционера от Рада милиции особливого призначения Дмитрия Валашана працованный день ненормованы. Обход территории дитячего лагеря по 12 разов у день. Его задача не допустить никаких супрасправных деньгів. Минимальная разминка. Тем самым вы будете предотвращать травмы, которые недавно случились с одной из ваших девочек. Которая подвинула ложку, но там, благо, все хорошо случилось. Да, конечно. По-моему, с тобой все, да. Беспека на дорозе, на водоемах и не только. Дети слухают уважливо. Слушают очень внимательно, потому что сотрудника видят. Многие видят первый раз. Многие не видели контакта, прямого не было. И они видели издалека, но не было возможности пообщаться. И напрямую они задают вопросы. То есть у них есть возможности, им каждому интересно. Много кто из них мечтает пойти в органы внутренних дел, работать в дальнейшем. Дмитрий Волошан и на дискотеках присутничает, и на массовых мероприятиях. Кажем, многие хлопцы просили научить приемам самообороны. Администрация подтримала. Так и заявилась у лагеря новая секция. Быстро это делаешь. Ушел, выпил, обозначил. И наизмом. Попробовали. Между собой разобрались по парам. Здесь желание у каждого есть заниматься. И они, их в середину ночи подними, они будут заниматься. То есть им очень нравится. Наталья Ильинч, Александр Артемьев, Новина региона. Театральная постановка про то, как заховать жизнь. Как притянуть увагу людей до властной безопасности, супрационники Министерства по надзвычайных ситуациях знайшли новую форму профилактичной работы с насильницем. Свою особливую премьеру убачила и наша здымочная группа. Социальная реклама, гуторки, конкурсы, викторины, селита воротовальники вырешили опробировать новую форму профилактичной работы. Могилевское областное управление по надзвычайных ситуациях на конкурс у Министерства пропоновало театрализованное представление. Такая форма позволит доходчиво, непринужденно, еще раз сказать людям о том, что самое главное, чтобы они заботились о своей безопасности. И я думаю, что эти правила затем они применят в жизни и будут использовать. И мы знаем очень многие случаи, когда именно через искусство вот эти правила запоминаются и используются людьми. По умовах к конкурсу обмежевание только одно – протяглость постановки от 40 до 80 хвилин. И полный простор для фантазии. Увы, никому гилевские воротовальники спели старые песни в проголовное. Каждый, кто посмотрит нашу постановку, я думаю, увидит себя и запомнит элементарные требования безопасности в данных жанрах. Работали мы довольно-таки долго, но жились в роли. Каждый примерил на себе рядового гражданина и пытается этим языком рядового гражданина донести до них нужную и важную информацию. Очень интересно было, понравилось. Поучительно, ну вообще вот стоит и желательно детей побольше сюда. Очень сильно понравилось, много чего познавательного, как говорится, приобрели. Ну, как бы мы по своей профессии знаем, а вот ребенку, я думаю, спросите, у него тебе понравилось? Да. Жюриста ночи оценила работу могилевских воротовальников. Яны упевнены, что такие постановки займут годное место у профилактичной работе. Кристина Кранкевич, Алена Мелюшчанкова, Виталь Аляксинка. Новины региона. Филателлистичная выстава «Могилев-2017» собрала уникальные экспонаты, легендарные коллекции, редкие и каштонные марки. Для наведовальников есть и великий, в прямом сенсе, сюрприз. Экспонат мозаика по мерам 3 на 4 метра, складенный из марок. У выставочной зале Музея истории города, бадай, самая великая количество марок, которую бачу в Могилеву. Побач с коллекциями могилевских филателлистов – экспозиции из Минска, Москвы, Бреста, Бабруйска, Драгичина, Перми, Севастополя и Смоленска. Усяго 23 удельники. На стендах выставы присутничают легендарные коллекции марок, як до прикладу Колосова, Пелеповича, Попова. У першуня в Могилеве демонструется и в УСГ эта работа, присвеченная Ефросиньей Полоцкой. Минский филателлист оформил я из марок, які вышли у 2012 годе. Экспонат мозаика выканана с 31 тысячи марок. Понравилось несколько стендов. Это дореволюционное время Российской империи еще, фронтовые, мне очень понравились письма и очень понравились белорусские. Как ни говорится, это наша история, наши предки. И мы должны знать и должны как бы в этом, ну, не то что участвовать, а как бы... Сохранять, наверное. Да, сохранять память о них. Наведать филателлистичную выставу можно до 25 червяня. Арт-проект Беллинской мастачки Лариса Журавович под назвой «Пра творчость, любовь и самую звичайную глубинку» завершается у Могилеве. Выставу пройшли у 18 райцентрах Могилевшины по музейному колу в області. И финальная выстава открылась у Музеи этнографии. Лариса Журавович малюе непарадную Беларусь. Спрадвечный селянский быт, який потиху зникает под тиском урбанизации цивилизации. Любимая смешанная техника мастачки – гуаш плюс акварель. Гэта и яркая, и далекатна за одним разом, и вельми пригожа. На выставе у Могилеве проставлены 25 работ про вязковое житцо. Яно розное и про одиноство старых, и про радость працы на земле. Про квитки и грыбы, и, конечно, про смачную вязковую ежу. Самая головная реча, паводли Журавович, гэта радзима – семья и хлеб. Мастачцы вельми хатілася, каб яе картины пабачили тые, с кагу яна их малявала. У чыих домах писала вязковые интерьеры и смачные натюрморты. Так отбылося прынамся укруглым. А сама яна пабачила у часе проекту такі отдаліные куткі Могилёвшины, як Глуск і Хотімск. А глядачы пановому бачили вязку на яе картинах. Действительно, люди хатят видеть такие работы. То, що сделано для них дорого, і то, що к ним проявлено внимание, це не осталось незамеченным. Боле того, це мене і як художників ще підтримало. Тому що реалізм, що би не говорили, по-прежнему остається самим, наверное, замечательним, самим доступним і понятним языком для общення з клубинкой. Є ще більш цікавих новин на нашім сайте tvrmogiljow.by. А я з вами развітвуюся. До зустрічі в ефірі. Дякую за перегляд!